Дорогие братья, позвольте предложить рассуждение на тему о посвящении себя Богу. Текст Писания, который я буду читать, записан в послании Римлянам, 12 глава, 1 и 2 текст, хорошо известное место. Римлянам, 12 глава, 1 и 2 текст. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваших жертв, живую, святую, благогодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Я очень благодарен Богу, что Бог так повел, мы не договаривались вот с братом, который проповедовал передо мною непосредственно об усердии, о том, какое оно должно быть в нас с вами и откуда оно в принципе может появиться. Мы сейчас с вами к этому вернемся, но я хотел бы привести вам один вот наглядный пример. Например, однажды Давид, не знаю где он в этот момент был, наложили, размышлял или может быть просто ходя по своему дому, его вдруг посетила такая мысль, у меня есть дом, а где дом Богу? И у него появилась такая мысль, надо строить дом Богу. Он этой мыслью начал делиться с другими, побуждать их к тому, чтобы все к этому заготовить. Но вдруг приходит пророк Нафан и говорит, ты не будешь строить дом, сын твой построить. Но Давид не остановился в своем усердии, он продолжал все делать, заготавливать, все чертежи разработал и потом только Соломону передал и сказал, вот так построить. И до последней минуты жизни своей он в этом усердии не ослабевал. Братья, усердие это не только строительство молитвных домов, не подумайте. Кстати, вот этот дом и все дома, которые вы видите, друзья, это благодаря усердию, которое было через Дух Святой положено братьям в сердце. Людям, которые старались это сделать. Кто-то квартиры свои продавал, средства сюда вкладывал, кто-то еще что-то делал. Ну, по крайней мере, эти вопросы решались. Так же и в духовных вопросах. Если я нахожусь в церкви, проходят собрания, назидаемся, все очень хорошо, а покаяния нет. С мира люди не приходят, не каятся. И вот в этот момент у меня в душе там внутри не болит, я сижу здесь на скамейке, я спасен. А люди там, которые ходят по улице, мои соседи, почему они не здесь, почему они рядом со мной? Друзья, это тоже вопрос усердия. Здесь нужно заболеть этим вопросом. Я хотел бы вот в наших размышлениях вернуться к началу, вообще к началу создания самого человека. Мы с вами знаем о том, что человек был создан по образу и подобию Божьему. Что из себя представляет образ? Люди этого мира подумали, что образ – это две руки, две ноги, голова, два глаза, нос, два уха. Может, борода седая. И таким образом они Бога представляют. Если мы с вами так представляем Бога, и в нашем представлении, что образ – это именно вот это, друзья, мы очень серьезно ошибаемся. Бог есть Дух. Это без каких-то таких, вот знаете, физических каких-то так, ну, сравнений. Что такое Дух и как его представить физически. Физически вы представить его невозможно. Но вот внутренняя сущность, чем наполнен Он, вот это другая картина. А чем наполнен Бог? Мы читаем с вами, что Бог есть любовь. Он этим наполнен. Бог наполнен справедливостью своей. И Он действительно наполнен этой божественной справедливостью. Эта справедливость божественна, она безукоризнена. И там нет ни одного подвоха. Там ни один человек не скажет Богу, ты ко мне не проявил какого-то участия. Ни один человек не найдет аргументов обвинить в чем-то Бога. Бог со своей стороны, в своей справедливости, каждому человеку проявил все, что нужно. И проявляет, поверьте, это Божье дело. И Он эти вопросы решает самым наилучшим способом. Но у Бога есть еще одна такая сущность, как единство. И Христос об этом говорил. Да будут, когда молился об учениках, помните, да будут они в нас едины, как ты во мне, я в тебе. На этом принципе создана церковь, чтобы мы в церкви были одно со Христом, друг другу братом, и мы могли каким-то образом вопросы решать в церкви в единстве, в единстве Духа, в согласии. Друзья, это тоже сущность Бога, единство, быть единым. Вот почему мы, когда говорим о Троице, мы, кто-то разделяет три личности, а для Бога важно единство, одно. Он не арифметикой занимается, один, два, три. Он занимается единством, а не едины. Друзья, это очень важно, это сущность. И вот эту сущность Бог, Он передал Адаму. Он вложил это в него. И Адам, вот то, что Бог в него вложил, он должен был это передавать или осуществлять, другими словами, подобие, методы вот этого единства, методы этой справедливости, любви. Он должен был этим пользоваться. Он должен был только по этим принципам относиться ко всему, что вокруг него. Он должен был так относиться к Еве. Он должен был так относиться ко всему тому, что ему поручено. Он должен был проявлять там усердие. И должен был стараться. И Ева должна ему была помогать. И она в сущности своей была наполнена тем же самым. И мы называем этой жизнью жизнь в раю. То есть, недостатка никакого нет. Все есть. Пришел грех, и это все. И это все поменяло свое назначение. И люди сразу, друг по другу, начали друг друга стесняться. С Богом единство разорвалось. Они начали от Него прятаться. Любви, как таковой, уже она пропала, потому что любовь не может зиждеться на платформе греха. Почему? Потому что желания поменялись внутри. Ева захотела. И на основании этого желания все перевернулось внутри. От нашего желания очень много зависит, братья. И у Бога, а у Бога тоже есть свои намерения. Вот Его подобие в том, чтобы Он, когда в Нем заключалось это подобие, Он хотел, чтобы вот эти методы, которыми Он действует, чтобы действовал и человек. Но человек уже не мог этого делать. Еще одна интересная такая деталь. Когда Христос пришел и начинал свое служение, вы помните, что Он пришел и крестился. И мы знаем, что это крещение в покаянии, Иоанново крещение. И при этом Он говорил Иоанну, что нам нужно исполнить всякую правду. Один из моментов правды, да, или как бы один пунктик этой правды, потому что сказано во множественном числе об исполнении правды, было то, что Христос, как Сын человеческий, просил у Бога милости. Я так, это я субъективное мое мнение, за то, что человек потерял образ Божий. Он только один мог это сделать. И Христу нужно было теперь оставить образец своей жизни для нас, чтобы мы по этому образцу жили, и поэтому Бог, кого призывает, предопределяет быть подобному образу Сына Своего. Это очень важный момент в нашей жизни. И как бы возвращает нам вот этот образ Божий, ведь Христос с Отцом един, возвращая нам ту сущность, которая должна присутствовать у нас. Когда человек каятся перед Богом, как мы уже слышали, Бог запечатлевает его Духом Святым, этого человека. И запечатлевая его Духом Своим Святым, Бог дает ему вот этот удивительный залог, да, вот подарок такой, который связан с плодом Духа Святого. И посмотрите, с чего он начинается. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость. Что это такое? Другая, друзья, это сущность Бога. Это то, что Бог теперь возмещает туда, в человека, хотел бы, чтобы человек теперь вот этот образ мог передавать, то есть передавать вот это подобие Божие среди всех основных людей. Я должен этим пользоваться. Это тот инструмент, который Бог мне дает. Но это общая картина, которая должна присуще быть каждому христианину. И мы должны понимать, что все, что у нас есть сегодня доброе. Если мы хотим это доброе, чтобы оно приносило славу Богу, друзья, нам нужно именно этим пользоваться тем, что Дух Святой в нас вложил. Без Духа Святого мы к этому никак не придем. Но есть некоторые определяющие моменты, которые очень важны в посвящении себя Богу. Мы читаем с вами, что эта жертва должна быть живой. О живости уже сказано. Друзья, вот этот момент, он очень важен. Почему? Потому что усердие, прежде всего усердие, это наличие вот этой живости, жизненности, вот этого потока движения самого. Друзья, это очень важный момент. Он у нас должен быть, но он ни в коем случае, он не будет без определенных моментов, которые связаны в нашей жизни с другими атрибутами. Потому что в нашей жизни вот этот принцип единства, он должен всегда присутствовать. Если у нас есть жизненная какая-то направленность, то есть мы хотим что-то сделать, у нас уже появились какие-то желания, хорошо бы было в церкви вот это сделать, вот это, вот это. Эти все действия наши должны быть основаны на очень важной платформе, не на нашей человеческой, а на платформе святости. Поэтому следующий момент здесь в этом тексте обозначен, чтобы эта жертва была святой. Мы иногда понимаем под святостью отделенность от греха и правильно делаем. Это хорошо. Но слово «святой» имеет двойственное значение. Я сейчас объясню, в чем двойственность. Не в плане того, что какое-то противоречие, а одно, дополняющее другое. И без одного, второе работать не будет. Святость – это отделение греха, и святость еще – посвященность чему-то. И больше никому другому. Если Бог сделал так, что Он меня избавил от моих грехов, избавил меня от той тяжести греха, Бог дает мне силу для борьбы с моей плотской природой, чтобы грех больше не командовал в моем теле, чтобы он не руководил моей личностью, Бог предлагает мне себя представить, посвятить Богу. То есть, Господи, кроме Твоих дел, я никаких дел больше делать не буду. Нет, это не значит, что я не должен работать на работе, на государство, не кормить семью или еще что-то. Нет, я должен там быть. Но я должен делать там все так, чтобы там не присутствовал в моей всей этой деятельности, простите, или в том, что я делаю. Друзья, там не должно быть греха. Как вы думаете, это просто? Это не просто. Этот мир весь построен на этом. Иногда бывают такие мысли, что, ну, теперь вот в церкви можно сделать то и другое, и мне бы хотелось, чтобы к нам в церковь попадали люди, ну, которые в мире там где-то ходят, блуждают. Это очень хорошая тоже мысль. Хорошо, когда у нас есть в этом усердие. Но, вы знаете, для реализации вот этого момента тоже есть определенные какие-то условия. Эти условия тоже заключены в вопросе святости. Я прочту из «Деяния апостолов» 9 главы 31 текста одну очень интересную мысль. Деяние 9.31. «Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем и при утешении от Святого Духа умножались». Я не думаю, что в нашем зале есть те, кто бы не хотел, чтобы наши церкви умножались. Правда же? Друзья, но посмотрите на сам текст, на те условия, при которых церковь умножалась. «Были в покое». Написано. Что это за покой такой интересный? Друзья, покой – это не то, что там, ну, условно скажем, полиция не приходит, может быть, там нам никто не мешает. Речь идет о том, что у нас сердце успокоено. У нас с Богом мир. У нас внутри, у меня с братьями мир. Мы в церкви не конфликтуем. Мы не решаем вопросы, знаете, на таких натяжках каких-то. То есть, покой – это то место, куда попадает человек неверующий, и он, видя этот покой, успокаивается сам. Он хочет этого покоя. Друзья, вот этот покой, он должен виден быть в моей вообще жизни, чтобы суета жизни, которая сегодня присутствует, чтобы она не преобладала мною, и чтобы она не переносилась через меня в церковь. Друзья, это очень важный момент. Но это не значит, что мы пришли, сели на лавку и успокоились, и больше ничего не делаем. Здесь речь идет о содержании моем внутреннем, вот об этой наполненности. Следующий момент, который очень важен. Написано «назидаясь». Друзья, покой должен быть обеспечен назиданием. Вот почему основная мысль, которую апостол Павел проповедовал Коринфянам, и он посвятил себя на это, и он просит Коринфянам «все сиеда будет к назиданию». Поют ли они, рассказывают ли что, должны все по порядку делать, один или двое, да, так он учит. Если у кого есть даже какое-то там слово, даже если иностранец к вам какой-то попадет, «все сиеда будет к назиданию». Друзья, и поэтому и Писание говорит, «что и мне все позволительно, но ничто не должно обладать мною, и то, что я делаю, должно быть к назиданию». К назиданию церкви. Я хотел бы задать вопрос, друзья. Вот иногда, когда мы что-то делаем с вами в церкви, или это вообще, в принципе, к назиданию? Я пусть даже не проповедую. Я просто зашел в церковь, я с кем-то поприветствовался, с кем-то поговорил, на кого-то как-то посмотрел. Вот все мое поведение, оно к назиданию церкви или нет? То, что я говорю, то, что я делаю. Друзья, это очень важно. Но это уже не перед братьями. Ведь все вот эти основные моменты, они происходят перед Богом. И Богу очень важно. Он смотрит на меня. Он видит мои действия. Если я посвятил себя Богу, если я хочу, чтобы быть где-то, ну, Богом в этом плане замеченным, то мне нужно обязательно за этими вопросами серьезно наблюдать, что я хожу прежде всего перед Богом, а потом уже перед людьми. Я должен быть с Ним в одной связке. Я должен быть с Ним соединенным. Следующий момент. Написано, «Ходя в страхе Господнем». Бывают разные ситуации в нашей жизни, но страх Божий, он должен присутствовать во мне. Это начало мудрости. Что из себя представляет страх Господень? Страх Господень, по сути, это когда я переживаю за то, чтобы отношения с Богом не были испорчены с моей стороны. Чтобы мой поступок, слово, дело какое-то, оно не испортило отношения, чтобы я вот образ Божий, который Он в меня положил, чтобы то, что Бог со мной сделал, чтобы я перед Богом вот этот образ, ну, другими словами, не превратил в что-то такое неправильное. Друзья, и это ответственность на мне. Следующий момент, который очень важен. «При утешении от Святого Духа». Друзья, у нас может что-то не получится. Мы будем понимать, что где-то у нас внутри идет борьба. С каким-то человеком не совсем нам приятно встречаться, но это нужно делать. Или еще какие-то вопросы решать. И вот здесь нужно правильно понимать то, что будет говорить Бог. И Дух Святой будет утешать. Нас в семье могут неправильно понять. В нашей же родной семье. Наши близкие могут неправильно нас понять. И иногда, вот даже не думая, наши близкие родственники, они, понимаете, смогут, каким-то образом они захотят вот стать вот такой прокладочкой между нами и Богом. Иногда могут задать вопрос такой. Мы здесь все братья. Иногда могут задать вопрос. Ты меня любишь больше, чем кого-то? Друзья, правда, очень интересный вопрос. Попробуй скажи, что ты любишь меньше. Могут возникнуть сложности, ни на понимание. А нужно правильно говорить. Да? Нужно находить правильный ответ, как сказать, что нужно сделать. И я должен понимать, что для меня на первом месте должен стоять Бог. Потом церковь. Потом все остальные. Друзья, это очень непросто сделать. А Дух Святой будет утешать. Он будет вести, Он будет производить свою работу. Нужно найти правильные слова тем, которые говорят, любишь ли ты меня больше, сказать, что я тебя люблю и очень сильно. Но Бога, но прежде всего Господь. Как это сказать? И Бог даст мудрость, как это сделать? Друзья, это не всегда просто. А если эти родственники мои неверующие? Они же крутят пальцем у виска и говорят, все, попал, секта, затянули. Сейчас они с тебя высосут все, все имущество и все остальное. Друзья, это все очень непросто. И иногда даже тем, которые обещали Богу служить доброй совести, это объяснить еще сложнее. Потому что в порыве, может быть, каких-то чисто человеческих амбиций, этому человеку хочется еще раз удостовериться, что ты самый преданный друг. И вот здесь нужно правильно акценты расставить над тем, чтобы Бога своего, которому я желаю посвятить жизнь, и посвятил, чтобы он не остался только фоном моей жизни. Он должен быть всегда на переднем плане, друзья. Как это всегда непросто. Еще один очень интересный момент. Кстати, после этого только начинается умножение. Вот при этих условиях начинается умножение. Без этих условий умножения не будет. Но что мне для этого делать? Мне нужна и благодать. Да, Дух Святой будет у меня утешать. Апостол Петр говорит, чтобы мы познавали Бога. То есть вот старались понять вот эту сущность Бога, наполненность Его, познавая Бога и преображаясь в Его образ, друзья, мы, апостол Петр говорит, у вас будет умножаться благодать и мир. И вот этим, через веру, мы только можем показать что-то. В противном случае ничего у нас не получится. Еще один текст Священного Писания, который бы я хотел привести. Послание Тимофею. Бог как-то в последнее время вот работает и с моим сердцем в этом направлении. Второй Тимофею, вторая глава, девятнадцатый текст. Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию, познал Господь своих, и да отступит от неправды всякие исповедующие имя Господа. Между мной и Богом обязательно Бог предлагает заключить договор. то есть в этом единстве, в этом единстве обязательно есть две стороны, я и Господь. И у нас с Ним есть определенная такая вот договоренность на духовном уровне. И Бог говорит, что это основание. И это основание твердое. И на этом основании Бог даже поставил печать. То есть, как раз Дух Святой участвует вот в этом вопросе, он очень серьезен. Написано, Бог познал своих. То есть, я должен понять, что если я свой, Богу, то Бог знает все, что я делаю, о чем я думаю, мои намерения, мечты. Он все это знает. И от Него это не сокрыто. Он знает, с каким я намерением подаю руку брату. Он знает, с каким я намерением иду на благовестие. Бог знает, с каким намерением я иду на стройку или там еще куда-то. Бог знает, с каким намерением я пью чай у какого-то соседа или брата своего. Бог это все знает. Чего я там хочу и чего не хочу. И это все Бог знает. Что я могу и что не могу, тоже Бог знает. Но здесь написано такое слово, касающееся уже меня, моей стороны. Вот в этом единстве. Здесь написано так «Да отступит от неправды всякий исповедующий имя Господа». Если я исповедую, что Бог мой Господин, то есть Он хозяин моей жизни, буквально всего того, что у меня есть, если я это исповедую перед близкими, перед дальними и всеми прочими, кому я подчиняюсь, написано, что я должен отступить от неправды. Что из себя представляет неправда сама по себе? Я глубоко так не исследовал этот вопрос, но о тех моментах, которые мне пришлось просто вникнуть для себя. Я говорю, что Бог продолжает работать и со мной, и с моим сердцем по этому вопросу. Я узнал очень интересные некоторые детали, о которых я раньше не знал. Слово «правда», ну, не «правда» это противоположное правде, слово «правда». В современном русском языке имеет корневую такую систему или корень этого слова. В одних учебниках «правды» и «а» как окончание, в других «правда». Вот до сих пор они не определились, что за корень там в этом слове. Ну, это то, что касается морфологии. Если посмотреть непосредственно в тот момент, как это слово пришло в наш русский язык или вообще, как оно у нас появилось и почему оно здесь вообще, как оно употреблялось и какое имеет значение. Оказывается, это слово во всех славянских народах и у Болгарии, и у белорусов, и там, и у сербов. Ну, у всех оно, это слово присутствует. Причем почти не изменяется. Но что интересно, что в русском языке еще уже в середине, в начале даже 19 века это слово очень интересно писали. Писали «правды», «прав», твердый знак, вернее, такой, знаете, твердый знак, после согласных, когда обычно заканчивается, и потом добавлялось «да», и причем писалось слитно. То есть, другими словами, это слово означало, насколько ты прав. Прав? Да? И утверждалась форма. Ты прав? И вы знаете, когда я посмотрел вот в этот текст, я понял, что Бог знает меня, а я должен отступить от неправоты перед Богом. Трими словами, ты прав перед Богом, когда делаешь то или другое. А это уже очень серьезно. Это значит, что внутри меня стоит вот контроль такой. И постоянно будет мне свидетельствовать, если я только исповедую имя Господа, Бог будет там вот внутри, знаете, как во мне сигналить, ты не прав сейчас, ты говоришь, что-то не так. Ты говоришь, потому что это нужно сейчас большинству. Не надо этого делать. Это неправда. Ты не прав сейчас перед Богом, когда ты следуешь за большинством на зло. Ты не прав, когда ты отстаиваешь свои амбиции какие-то. Ты не прав перед Богом. Да, перед людьми ты можешь очень хорошим быть, показаться, но каким ты выглядишь перед Богом сейчас. Друзья, это очень серьезно. Посвящение Богу, оно имеет вот такое внутреннее содержание. И если я хочу, чтобы в моем предприятии, в моем деле был какой-то успех и умножение, я должен подумать обязательно, если я исповедую имя Господа, насколько я перед Ним прав. Вот насколько это серьезно. Иногда бывает так, бывает, что и в церкви какие-то вопросы решаются, иногда бывает так, ну и Писание так говорит, мне нравится этот проповедник, ну мне не нравится, что там еще там что-то, он то и другое делает. И начинается какая-то, знаете, внутрицерковная кампания. Ну чисто такая, по человеческим, демократическим устоям. Явно не по Божьим. И я, поскольку, чтобы мне, ну, не досталось, и чтобы все подумали, что я друг всем, я киваю головой в одобрение вот этих действий. Друзья, и это очень неправильно. И отсюда церковь, вся церковь, она начинает терять благословение. Нет, мне нужно найти те позиции, которые будут перед Богом правильными. Если ты не знаешь, насколько это правильно или нет, лучше остановись, лучше помолись Богу, Господи, утвердись в том, что правильно, но не отступая от правды. Не будь неправым перед Богом. Друзья, от этого зависит все. Почему? Потому что это очень серьезный момент. Моя семья и те мои милые люди, с которыми я живу вместе, они понимают, что мне нужно идти на служение, понимают, что мне нужно идти туда, но они должны быть уверенными. когда они видят, что их близкий человек, он стоит на позициях правды, вы знаете, и им тогда, им тогда перед Богом совсем по-другому себя чувствуется. Они понимают, что есть муж, который стоит перед Богом, и который прав перед Богом, и что этот муж будет, когда поднимать руки к небу, то Бог обязательно ответит на все нужды, и они будут, никогда эта семья, будучи праведной семьей, потому что они правы перед Богом, потому что муж их стоит правильно перед Богом, эта семья не будет иметь никакого убытка. Вот почему Писание говорит, что не видел я праведника и потомков его просящими хлеба. Друзья, не потому ли у нас сегодня много проблем, иногда бывает, когда мы считаем себя нищими, или когда-то мы слышим, что мы с этой нищетой по миру пойдем, у нас не хватает сил возразить этому всему, потому что, потому что мы бываем иногда часто неправы перед Богом. Друзья, посвящение – это очень серьезная вещь. И поэтому важно очень к этим вопросам относиться, вот, подходить с вопросом святости. Вот почему Писание говорит, чтобы мы прежде всего понимали, что эта жертва, она святая. Она отделенная от греха и она принадлежащая Богу. Следующий момент речь касается благоугодности Богу. То есть, это вопрос не только того, что я прав перед Богом, друзья, но это и уверенность Бога, потому что твердое основание стоит, и Бог положил печать свою. Бог знает, что такого человека в любой момент, в любой момент, он может среди ночи поднять и сказать, брат там Сергей, там Петр, Павел, нужно туда. И этот человек поймет, нет, это будет звонок от кого-то, но, слушая вот этот призыв, а внутри Бог говорит, собирайся, пора. жена может спросить, слушай, ты куда? Ты ж только лег. Милая, надо ехать. И она знает, что надо ехать. Друзья, это очень серьезное дело. И когда эти вопросы решаются, и здесь не зависит от ранга, служитель ты рукоположенный, друзья, или еще кто-то, нет, мы все служители Нового Завета, Бог призвал нас в свой удел. У Него есть свой удел. И в этом уделе, в этом уделе у Бога есть моменты, где Богу нужен будешь ты сейчас. Почему? Да потому, что идет духовная война, братья. Духовная война идет везде. И важно очень князю этого мира найти брешь, в церкви найти брешь, через какого-то человека найти брешь, через еще что-то, найти так, чтобы устои святости церкви, они были разрушены. А Богу важно найти человека, который бы стал в этом проломе. Посвященный Богу человек, он станет в этом проломе. У этого дела есть и свои тонкости, поскольку есть внешние какие-то духовные враги, иногда встречаются трудности и внутри. Апостол Павел о себе говорит, что бывают внутри страхи. Да, они будут. Но любовь, которая наполняет Бог нас, она что делает? Она изгоняет всякий страх. Но иногда бывают моменты очень тонкие. Иногда встречаются люди, которые между тобой и Богом становятся и говорят, если ты применяешь место Священного Писания, хотя оно вообще к этому отношения не имеет, если ты не повинуешься мне, ты не повинуешься Богу. Друзья, мы должны запомнить, что, как правило, которые люди так говорят, проходит время, Бог с этими людьми очень серьезно разбирается. И смотришь потом на последствия этих людей, они, знаете, в жизни своей потом действуют вообще настолько неблагоразумно, что просто удивляешься. Между мной и Богом никто не должен стоять. только Бог и я. Бог не допускает третьих лиц и посредников между мной и Богом. Да, кто-то скажет, а Дух Святой? Нет, Дух Святой, Он един с Богом. Дух Святой это тот, который соединяет меня с Отцом. Это тот, который делает меня единым с Ним, благодаря тому, что Он живет в моем сердце. И я должен это понимать. И я к этим вопросам должен относиться очень правильно. Вот почему, когда Иисус Христос, вернее, Иоанн писал слова, которые были вдохновлены Духом Святым, Он говорил, что рождение свыше, это рождение не от крови, не от плоти, не от мужа. Это рождение от Бога. И оно должно соединять меня только с Ним. А муж, то есть, условно скажем, какие-то иерархические земные моменты, они могут вписываться вот в этот вопрос. Кому-то из молодых людей может кто-то сказать так, нет, я не согласен, чтобы ты таким образом служил Богу. Может это кровь сказать, я имею ввиду наших близких каких-то родных, может плоть моя сказать, а почему тот не идет, почему тот не делает. Или могут даже сказать, тебе что, одному только надо. Почему тот и другой не делает. Друзья, и вот эти моменты, они очень серьезные, а я должен понимать, что я стою перед Богом, и я должен быть перед Ним правым. Это залог благословений, залог того, что спасение, которое Он мне вручил, я с этим спасением дойду до вечности, это залог того, что в любой момент, вот как мы слышали вчера, когда Христос говорил, сея с вами во все дни до скончания века, это вот она та гарантия, что Христос идет со мной и моя рука в Его руке. Хотя Он ведет всех. Вы знаете, по-разному идут. Одного надо тянуть, а Он даже ногами не шевелит. И некоторые из них, а я с Богом, нормально. Нормального мало. это это не та норма, о которой Бог бы хотел видеть. Он действительно тебя несет, и слава Богу, и когда у тебя будет трудность, Он и на руки возьмет тебя, как овечку, которая где-то заблудилась, и в дом принесет. Все будут где-то на поле, а ты будешь в доме, но Он будет делать все с тобой так, чтобы ты вернулся туда, и чтобы ты занимал там свое место. Он это сделает, но важно, друзья, это очень важно. И когда сегодня вопрос стоит о посвящении, друзья, хорошо, когда вот эти вопросы я все взвешено могу принести перед Богом. Возникает вопрос, а с чего все-таки начать? Вот я хочу, чтобы жизнь моя поменялась, чтобы эта жизнь, она имела определенную цель, чтобы я видел какие-то результаты, чтобы не просто так просиживать на скамейке где-то в церкви. Друзья, начинается все с нашего желания. И это желание нужно обязательно открыть перед Богом. Послание филиппийцам мы читаем такое слово. Открывайте свои желания перед Богом. Но там есть один очень интересный ключик. Там все желания, да, с благодарением. «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Бог сам скажет тебе, человек, что тебе нужно изменить. Человек, который искренне произносит эти слова перед Богом, как правило, Бог начинает работать с этим человеком. Он говорит, вот это, давай вот это отставим, вот в этом я тебе помогу, не бойся, мы вопросы эти решим, не переживай за финансовые вопросы, все тебе хватит, я знаю, как эти вопросы решить, и мне нужно уметь довериться Богу, и Бог обязательно эти все вопросы порешает. Нет, это не значит, что нужно сейчас менять профессию или еще что-то, Бог сам будет руководить, Он будет сам говорить, вот это сделай, и ты будешь четко знать, что вот так поступая, я буду правым перед Богом, это будет правильно, Бог сам будет подготавливать моих родных и близких, Бог сам будет вопросами этими руководить, Бог не будет забирать у меня ни квартиру, ни дом, ни машину, ни семью, ни детей, ничего, наоборот, Он будет благословлять, но Он будет так вести меня и каждого из нас и мою семью так, чтобы все понимали, что это весь смысл жизни, вот так нужно жить. я понимаю, что не все могут условно сказать, Бог не всех будет призывать к благовействию, не всех будет, может быть, поручать ответственное служение где-то в церкви, но поверьте, друзья, любое служение Богу, оно очень важно. В 12-й главе послания римлянам мы читаем такое слово после вот этого вот этих первых двух стихов, чтобы я не сообразовывался свеком семь, но преобразовывался обновлением ума, познавал, что есть воля Божия. Смотрите, как дальше, до как раз вот этого текста, который у нас в эпиграфе, до 11-го текста, усердие не слабевайте, Господу служите. По данной мне благодати всякому из вас говорю, посмотрите, по данной ему благодати. Не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил. Ибо как в одном теле у вас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так и мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчества пророчества по мере веры. Имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли в учении, увещеватель ли увещевай, раздаватель ли раздавай, в простоте, начальник ли начальствуй с усердием, благотворитель ли благотвори с радушием, любовь да будет непритворной. Отвращайтесь зла, припляйтесь добру, будьте братолюбивы друг другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте и дальше усердие не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. Один пример и буду заканчивать. Я братьям вчера вечером здесь рассказал этот пример. Некоторое время назад мне пришлось быть в одной церкви и дожидаясь уже транспорта, чтобы возвращаться домой, я в молитвенном доме остался, потому что какой смысл идти на вокзал, там коротать время, здесь можно было побыть, и там остался один брат. Во время служения я заметил, что он вот как-то по-особому выполняет служение, ну мы называем его преддверника, хотя оно так в кавычках можно сказать, на самом деле человека, который встречает людей и провожает. Я заметил, что он с каким-то интересным таким вот радушием их встречает по-особому и просто так там здравствуйте, а вот знаете, что-то вот как горит у него в глазах. вот это нежность такая вот, она, ну трудно ее объяснить, ее не опишешь ничем, ее только видеть вот в натуральную величину приятно. Мы сидим с ним, беседуем, я у него спрашиваю, когда он покаялся, как пришел Бог, вернее, как Бог его нашел, чем он занимается в церкви, нравится ли ему то, что он сейчас делает. Он говорит, очень нравится мне, говорит, приятно с людьми беседовать. Я, говорит, из-за кафедры не могу проповедовать, мне сложно. А вот где-то с человеком поговорить, послушать его, где-то ему помочь, в чем-то, просто подсказать, кому подойти, что лучше, как решить вопрос. Говорит, я не знаю почему, но это как-то изнутри получается. А у него спрашиваю, а как ты начал это все дело? Ну, как ты пришел вот к этому всему? Ведь в церкви ты недавно, все. Он говорит, я посмотрел, ну что, харизм с меня никудышний, проповедовать не могу. Чем заниматься? И я, говорит, начал просить Бога, Господи, ты мне покажи, что мне нужно делать. И, говорит, как-то Бог меня направил к тому, чтобы я услышал там, что нужно, чтобы встречать, там, провожать. И я решил, пойду-ка я туда. И помолился Богу внутри, Господи, благослови. Если я тебе здесь нужен, я готов. А потом я начал молиться Богу, чтобы мне Бог посылал такого человека, чтобы я на улице или где-то, он берет, как правило, пачку трактатов, ну и после собрания кому-то раздает. Я, говорит, смотрю, даю трактаты, а люди, хорошо, принимаю, вроде бы взял, а потом, говорит, смотрю, он берет этот трактат и в вурну. Я потом уже, говорит, перешел к тому, что трактат с молитвой «Отче наш», ну, берут лучше, и я, как бы, их говорю, ну, смотри, здесь молитва «Отче наш», это очень серьезно. Ну, и некоторые люди уже эти трактаты большей частью не выкидывают, а в сумочку ложат. Молитва «Отче наш» там написано. Ну, и объяснения кое-какие к ней. Он, говорит, когда я заметил это, я понял, что здесь тоже чего-то не хватает. И я начал молиться Богу «Господи, пошли мне хотя бы одного человека в месяц, чтобы был такой человек, который бы, ну, вот, вот сердцем принял вот этот трактат. Чтоб я это увидел, ну, что ему это так надо. Чтоб я ему так объяснил, чтоб он его не просто взял в сумочку положил, а чтобы, ну, у него какая-то искорка там надежды в глазах была. Говорит, Бог начал мне посылать таких людей. И я, говорит, начал испытывать такую радость внутри, я, говорит, начал молиться, Господи, мне одного человечка, ну, хотя бы в неделю. И Бог начал посылать в неделю. А потом, говорит, я начал молиться, Господи, ну, я вот даю им трактаты, в собрание-то никто не приходит еще. Ты пошли таких людей, чтоб и в собрание он пришел. И Бог, говорит, начал посылать. Я у него не выдержал и спросил, и сколько их? Он, говорит, три члена церкви. Вы знаете, друзья, я когда слушал вот это, у меня внутри какой-то, вот знаете, вот, с одной стороны, радость за этого брата, какое-то вот такое тепло, какое-то единение, простой человек совершенно. А с другой стороны, вопрос, ты так делаешь? Друзья, это очень важно. Посвящение Богу, оно имеет определенный смысл. И если Христос сказал, я во все дни до скончания века с вами, знаете, после каких-то слов? После того, чтобы мне идти, научить. Если я на его ниве, если я занимаюсь его делом, если я исповедую его как Господа своего, друзья, там, там будет и успех, там будет и дело, там будет внутреннее удовлетворение, там будет жизнь, настоящая жизнь. Вот об этом я хотел бы вместе с вами и помолиться. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok